Мотор, поехали! Здравия, дорогие друзья! Набасте! С вами Ярослав Мандров-Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дом и тренинг-центр Green Mind Life. Тема сегодняшнего видео это финансы, финансовый успех и его ограничители. И начнем с того, что задаем себе вопрос, почему я сегодня не могу заработать денег больше, чем я зарабатывал вчера, два года назад, три года назад, пять лет назад. Почему я толплюсь на каком-то коридоре и нет у меня значительного роста финансов. Вдохновение на это видео меня вдохновил один из моих клиентов. Ситуация у него следующая, то есть он уже много лет стоит на одном уровне, на определенном уровне финансово своего дохода и несмотря на то, что запросы у него увеличиваются и необходимость увеличить свой доход естественным образом возрастает, потому что у него семья выросла, но доходы не увеличиваются. То есть он пытается и так, и так, и так, и то, пытается делать, и это делать, но все у него, все торчится на одном и том же месте. То есть вот не растут финансы и все, вот еле-еле концы с концами сводят. И никак, и никак. И то, и когда мы начали с ним разговаривать, то есть у нас была комсессия, когда мы начали с ним разговаривать, в чем же вопросы, выясняется, что он и то пытался делать, и там пытается делать. Ну, какие у него вещи, какие-то есть, у него какие-то сложности, то, скажем, у него там веб-сайт его не работает, то у него какой-то там платежной системы нету, то какие-то сложности с доставкой, то гонцы его не работают, то товар вовремя не послали, то товары бракованы, и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы начали искать вопрос, а что мешает поменять систему, что мешает убрать те проблемы, найти оплату, систему оплаты новую, найти новых поставщиков, новые, заключить договора с новыми поисковиками, и так далее. Что мешает это делать? И, в общем-то, я пришел к выводу, мы решили вопрос его, и я сейчас подведу итоги того, что вот я, к чему я пришел, основываясь вот на этой теме, которая глубоко коснулась меня, и я задумался над тем, что происходит, почему же у человека такая штука происходит. И я поделюсь сейчас своими мнениями, насколько она вам откликнется, друзья, смотрите сами, пометуйте на то, что я не претендую на истинопоследие станции, ничего вас не учу, я просто делюсь своим опытом. Откликается? Здорово. А будет? Не откликается? И простите, просто забудьте, и идите дальше. Окей, смотрите, идея какая. Когда мы выяснили его подноготную, то есть его род, начали смотреть его род, как у него было с его родом, а что же у тебя было, какая история у тебя была раньше, да? И у него, оказывается, что человек уже достаточно взрослый, его родители, его папа его военный, мама преподаватель, то есть люди, работающие на, работающие, работавшие на государственную систему, то есть система, которая обеспечила их определенным доходом и определенным уровнем дохода, да? То есть если ты, скажем, там военный, ты там генерал, например, ты получаешь там какие-то свои ставки, но выше которой ты не можешь прыгнуть, у тебя нет возможности заработать, иметь больше, чем тебе дадут. То есть есть какой-то лимит, и ты знаешь этот лимит, у меня больше его, ну, нет, нельзя. То есть я не говорю там, когда люди там пытаются там лево продать, да? Ну вот такая вот парадигма какая, что ты, и так же, как преподаватель, да, ты имеешь какую-то определенную ставку, выше которой ты не прыгнешь. И вот смотрите, что получается. Когда ребенок вот живет, вырос всю жизнь в этой атмосфере, когда его воспитывают в том, что и он видит, как это происходит, что ты имеешь, вот, выполняешь свою работу определенную и ты получаешь определенную зарплату. У тебя нет какого-то варайтия, нету возможности увеличить ее, потому что, ну, вот так складываются обстоятельства. И человек принимает для себя такой образ жизни, такое понимание, что, в общем-то, что бы я ни делал, в общем-то, ну, выше не получу зарплату. Ну, вот, обреплено мне вот такой уровень в соответствии с моей должностью, с моим статусом. И я столько буду иметь. И старайся, не старайся, все будет одно и то же. Плюс еще, смотрите, такая штука, что в советские времена, вы знаете, что наши родители, кто пытался заниматься бизнесом, кооперация, кооперация, по-моему, началась где-то в 86-88 году где-то, да, с Горбачевым пришла кооперация, там и так далее, начались все, волна новая хлынула, как с этим Остапом Бендером, да, тарелочка на голубой каемочке. Но до этого это все было под запретом, это было уголовное дело. Все предприниматели, там, парники, кто держал свои, там, помидоры выращивал, пытались продать на базарах, они были уголовно наказуемы, это была предпринимательская деятельность. И представьте, когда ребенок вырастает, особенно если это мальчик, а мальчик, да, его забота обеспечивает семью, главная его задача, одна из главных задач, ладно, там девочка. И он же вот растет все свое детство с этой парадигмой, с этим пониманием, что не высовывайся, иначе дадут по рукам, а то и по голове, им будет очень больно, и когда твои родители, тем более в такой системе государственной, да, там, скажем, мама преподаватель, папа у тебя военный, это тоже такая система, там все жестко, да, то есть, и у тебя вот формируется вот такая парадигма вот такой жизни. И мы помним, что все, что с детства, это фундаментально, оно приходит под сознанием, а потом с этим живет. Если ты хочешь это поменять, тебе нужно открутить назад, то есть сделать трансформацию. Но поскольку большинство из нас живет неосознанно, и получается у нас то, что мы с этими знаниями, с этим видением жизни, мы уже идем в взрослую жизнь, и так живем дальше. Я сам не понимаю, почему же я, что мне мешает, блин, на самом деле, блин, найди ты новых поставщиков, заключи ты договор с новыми поскаликами, найди новых людей, и то есть двигайся, расширяйся, что тебе мешает расширять свой бизнес. Но всегда у человека находятся какие-то оправдания, смотришь, ну действительно какие-то там объективные, но если копать глубже, там же всегда можно что-то добыть и найти. И вот часто происходит такая штука, что вот эти тормоза, которые мы получили от своих родителей, на примере своих родителей и близких, да, а когда еще у тебя было видение того, что ты услышал или увидел, или где-то там видел, да, слышал, особенно там близких коснулся, что за любое предпринимательство что-то делать больше, чем тебе положено взять, получать, тебя будут наказывать бить по ругам и по голове, уголовно наказуемое дело, то, соответственно, представьте, какие тормоза стоят у человека в вопросе зарабатывания денег, окей, или, то есть, все оттуда идет, или те, кто, такие вот, скажем, были понимания, то есть, те, кто много денег, они бандюги, честным трудом деньги зарабатывать нельзя, невозможно, большие деньги заработать, да, те, кто много зарабатывают, они воры или бандиты, в тюрьме по ним плачут, и спекулянты там, и так далее, то есть, все плохие, все плохие метафоры, образы, они были связаны с теми людьми, кто пытался прыгнуть выше крыши, выше системы, и представьте, как это все отражается на ребенке, в умах, это касается и девочек, и мальчиков, и что потом происходит, вот с этим, с этим парадигмой, ты идешь в свою взрослую жизнь, до этого я сказал, что прессию, это важно для мальчика, да, потому что он двигатель, но это также важно, и для девочки, сейчас я хочу сказать, почему, потому что девочка, жена, то есть, будущее, она заряжает мужа, этой энергией, чтобы муж мог зарабатывать, вдохновлять его, да, она его вдохновляет, по метафоре, трактор и заправщик, да, жена, это заправщик, каким топливом она заправит, вот, бодяжный, 66-й разведенный, или 98-й, так и будет работать, и вот, если ваша, если жена, ваша тоже, она тоже бы выросла в этой системе, у нее тоже такое понимание, что, не высовывайся, много денег зарабатывать, нехорошо, все люди с большими деньгами, это ворюги, бандюйты, и тюрьма по ним плачет, то есть, у нее тоже такое понимание, и она, она, даже если бы и могла, но она не будет это делать, потому что у нее есть стопор, этого нельзя, и она не будет мужу своего вдохновлять на то, чтобы он зарабатывал больше денег, потому что у нее такая парадигма, это идет на подсознание, хотя здесь в уме вообще живут, денег нету, что-то тут пытаюсь делать, но смотри, что происходит, ресурсы нам дает на что-то делать, и нам дает ресурсы душа, внутреннее состояние, энтузиазм, вдохновение, оно на уровне подсознания, те, кто с азотерикой знакомы, от души идет, понимаете, это душа дает нам ресурсы, ум дает мотивацию, а душа дает ресурсы, если не совпали, бинго, супер, you are the winner, ты победитель, но когда у тебя в подсознании установка стоит, что нет, на это нельзя, нельзя это делать, не надо много зарабатывать, проблемы будут, и это сидит глубоко, представьте, сколько глубоко это сидит в корне у каждого, у людей, которые выросли в такой ситуации, и это мы говорим сейчас о людях, какого возраста, когда у нас это было, скажем, до, ну возьмем, скажем, до 80, например, там, восьмого года, да, то есть те дети, которые до 88 года, да, скорее всего, до 88 года уже были в осознанном состоянии, то есть когда не было вот этого, еще развернуто, с Карбачом, да, пришла перестройка, все эти дела, до этого периода, это было все под запретом, и вот те дети, которые были в этом возрасте уже осознанные, то есть формировались, скажем, ну, точно скажу, лет до 12 иногда, то есть, скажем, девочка, девочка формируется где-то в 12 годах, мальчик в 14-15 годах, ну, вы считайте, если ребенку на период 88-87 года было уже вот 12 лет, 12-15 лет, то наверняка у него уже это все, уже, ну, до 12 лет 100% даже, да, до 12 лет формируется, то есть, считайте, если ребенку до 88 года, 87 года было 12 лет, то есть он уже, точно он уже несет это, в эту жизнь, то есть, кстати, в 87-88 минус 12 лет, это получается 70-го года, 76-го года, да, ребенок родился, где-то 75-76, где-то 73-е годы, вот эти, да, те люди, которые родились в этом возрасте, вот у них, у них вот такие вещи, скорее всего, могут быть, окей, поэтому, если вы относитесь к этой категории, то вот, надеюсь, вот это для вас, пробудит вас что-то, вот это мое сообщение, мой месседж, вам пробудит понимание, на чем надо работать, а на чем здесь надо работать, значит, здесь нужно сделать трансформацию, то есть понять, здесь нужно работать подсознанием, здесь очень глубоко нужно работать, понимая, что это на подсознание, и оттуда выкоперить, сделать трансформацию, поменять, что зарабатывать деньги, это хорошо, это ты не бандюга, не воинка, тюрьма по тебе не плачет, как это было раньше, да, эту трансформацию поменять, на то, что зарабатывать деньги, значит, ты молодец, ты продвинутый, ты учишься, ты работаешь, ты продвигаешься, держишь свое предназначение, поэтому ты можешь позволить себе иметь хорошее денежку. А иначе что происходит? То есть, как только ты выходишь за эту какую-то норму свою, которая тебе минимум обеспечена, то есть, ну, плачешь там по минимуму за квартиру, за какие-то расходы свои, все, а все, что выше, это уже роскошь. То есть, ты помнишь, что мама с папой, мы ездили на море, там, в Одессу, на Крым, там, раз в году, там, на 2-3 недели, и не более. А если тут тебе говорят, ну, что тут, только раз в году, давай, там, 3 раза поехали, 4, мы тут ездим, и ты такой думаешь, блин, точно хочу жену, жену, там, детям сделать приятно, давай-ка денежку зарабатывать, помашь. И ты начинаешь пытаться что-то делать, ты начинаешь туда тыкаться, сюда, ну, да, но что происходит, когда ты только видишь, какая-то у тебя возникает проблемка, ну, физическая, подсознание сразу, моё понимание, подсознание сразу тебе говорит, стоп, этого нельзя делать. Ты видишь, что это нельзя делать. Раз тебе сопротивление, раз тебе какие-то сложности, значит, этого делать нельзя. Потому что это создание какое работает, что все должно даваться нормально, ты нормально. Работаешь, ты спокойно свои денежки получил, без всяких проблем, да? То есть, человек, люди, работающие на государственных предприятиях, тем более на государственной системе, там, врачи, военные, тем более, да, преподаватели, это всё государственная система, она учёная, это всё, она обеспечивает это всё. И не нужно было напрягаться. Поэтому, когда ты чувствуешь, что сейчас в этой жизни ты напрягаешься, и тебе она тяжело, она не идёт, надо напрягаться, подсознание говорит, эй, стоп, don't do that, тебе это не надо делать. Вот эта штука так сработает. И поэтому, а своим умом сегодняшним человек говорит, слушай, у меня не получается, вот я то, оно не получается, это не получается. То есть, у него находятся разные причины, как казалось бы, объективные, но не получается. А чему не получается? Потому что ты даёшь себе внутренний стопор, твоя душа не даёт тебе ресурсов, вернее, твоё подсознание, твоё подсознание, твой ум не даёт тебе ресурсов, вернее, да? Ум не даёт ресурсов, потому что ум управляет этим процессом. Он тебя стопорит, он говорит, эй, нет, мне это не надо, он боится. Он уже боится, потому что он помнит, с чем это связано. Ты плохой человек, тюрьма по тебе плачет. Вот откуда это идет. И, соответственно, что я вижу, как картина. Те люди, которые живут с этой парадигмой, с этим пониманием, принесенным с этих 80-х годов на примере своих родителей, я, если они неосознанные, не осознают, что у них происходит, и над ними не работают, то, скорее всего, у них такая картина. Если у вас такой картины нет, мои поклоны вам, congratulations, они говорят, что к вам судьба благоприятна, и каким-то образом вы перепрыгнулись, избавились от этого, или не сформировались ваши негативные отношения к этому процессу, что зарабатывать деньги – это плохо, как это было у наших родителей в те времена. И у наших бабушек, которые тоже говорили, что ты же, ты спекулян, бабушка, копиратор, барыга, на базары продает, куркули, как только не называли, вот эти все, понимаете, ассоциация какая? Ребята, вот это я вижу, вот это самое-самое важное. То есть ассоциация жить здорово и богато, иметь хороший доход – это ассоциация с прошлого у нас, бабушки наши, родители у многих. Это именно связано с тем, что это есть плохо, это на нашем подсознании, вы знаете, как это все работает. Поэтому выход какой? Работать с подсознанием. Осознать через ум, через осознанность, выковырять оттуда, вычистить, сделать трансформацию. Кто вам может помочь в этом? Могут помочь вам коучи, могут помочь вам психологи, гипнологи, но в конце концов вы должны оттуда сначала выковырять, да, откуда там гипнолог может помочь, он психолог, психотерапевт и так далее. Но в конце концов вам нужно выйти уже на то, чтобы осознанно это начинать применять. Я считаю, что конечная точка – это уже будут коучи, которые помогут вам. Сначала вы выковырили, что у вас есть, а потом с тем вот багажом прошлого какашек, вы так бы вам принесли такую «на, жри, ты такой, ааа, что за этим делать?» И здесь вот лучше всего, я считаю, ну один из вариантов, может быть разные варианты, да. Один из вариантов – это коучинг, это хороший коуч, найти себе хорошего коуча, который поможет вам самому найти ответ на ваш вопрос. Вы напомните, да, что такой коучинг? Это коучинг, это человек, который помогает вам найти ответы на ваши вопросы. Самый лучший ответ находится у вас внутри. Сердечко ваша, душа знает, да, это самый лучший ответ. Все другие способы решения подобных задач – это только как пример, но самый лучший, уникальный, который только вам, находится у вас внутри. И коучинг – это, ну, в моем понимании, это самый лучший предмет, инструмент, который поможет вам это сделать, окей? Потому что, как еще я сказал, да, коуч, что он, задача коуча – слушать тебя и задавать тебе правильные вопросы, чтобы ты сам нашел ответ. Не пришел к психологу, там, или к консультанту, который своего, делай так, 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 и у тебя все получится. Да, у него оно получилось, у кого-то у Васи получилось, но это не значит, что получится у тебя, потому что у тебя свои инструменты, у тебя свои условия, они особенные, они отличаются от того, что прошел даже самый великий миллионер, Гиллиардер, да? Ну, попробуйте, повторите сейчас путь Билл Гейтса, Стив Джобса, да, Дэл, Уоррен Баффер, да кого угодно, окей? Будет ли у вас такой результат? Сто процентов нет, сто процентов нет, потому что вы будете делать то же самое, у Вас не будет, потому что другие условия, Вы уникальны, Вы все уникальны, alright? So, это понятно. Что еще нужно добавить, друзья, по этому поводу, по этому поводу? Ну, вот, пожалуй, все. Что ж, подведем итоги. Если Вам это откликается, вы увидели себя в этой ситуации, и видите, что у Вас есть такие вот процессы-ограничители, то поймите, осознайте, почему это происходит, почему это происходит, и попробуйте себе найти причину этого, выговорите ее, выбросьте, почистите, сделайте конвертацию, трансформацию, конвертация, трансформацию, и двигайтесь вперед. Вот, пожалуй, так, да? В следующем видео, я сейчас хочу, у меня связи, я пришла, я уже запишу в другом видео, по поводу того, когда выбирать себе бизнес-партнера, как правильно выбрать себе бизнес-партнера, чтобы Ваш бизнес не упал с миллиона на сто тысяч, а поднялся выше. Это будет в следующем видео, сейчас буквально прямо сейчас я его закончу. Ну все, друзья, позвольте мне с Вами попрощаться, поблагодарить Вас за то, что Вы слушали, надеюсь, Вам это отвлекается. Ваши дополнения, исправления, замечания, welcome to commentary, пожалуйста, делитесь своим опытом, как было у Вас, а если что-то не нравится, пальцы вверх не нравятся, скажите, что не нравится, и скажите, почему не нравится, и скажите, как Вы бы сделали. Мы добро пожаловать, любые, любые опыты, которые помогают расширить наши знания. С Вами Ярослав Мудроворонцов, Академия семейных отношений, Веда Дом, тренинговый центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды, и живем на яркой стороне. И, конечно же, Вы знаете, что я знаю, что Вы знаете, что Вы можете это сделать, и делать это прямо сейчас. Намасте. Живите в благости, и развивайтесь. Намасте.